Илья Медведев спрашивает, где суслик? Ну что ж, Илья, суслик, он как люберцы, он в нашем сердце, а может быть, кстати говоря, и в люберцах. Спайсы и сохрани! Меня зовут Александр Фарсайт, и это второй выпуск моей чисто субъективной передачи. Ну, раз уж заговорили о суслике и о сусликах, ну, где он, надо, конечно, узнавать у него, а пока что речь пойдет о грызунах. То есть суслик, он вообще солидное животное, он такой грызун до мозга костей, запасливый, хозяйственный, не тупой, как Лемминг, но все же он не предел крутости. Предел крутости это немножко другой зверь, о котором чуть позже. А пока что я отвечу на некоторые комментарии, которые несказанно меня радуют, в принципе, своим существованием. Love is something... и все, потому что именно так произносится его ник, он сам мне об этом сказал, написал. Интересен один вопрос. Вконтакте в наше время для молодежи, для меня в том числе, пишет Love is something, это нечто вроде собранного потока информации. Не только фактики, новостишки и легендочки, это что-то вроде такого себе всеобщего знания, которое в итоге затягивает, и уже не прочитав это все один день, чувствуешь себя неполноценно в таковой реалии. Сам вопрос, как ты от этого ушел? Ну, вопрос, ну, просто невероятно хороший, я счастлив, что могу выстраивать такой диалог, и я очень надеюсь, что побольше людей присоединиться к обсуждениям таких животрепещущих вопросов. Love is something совершенно прав. На данный момент Вконтакте, как часть нечто большего под названием социальные сети, они, в свою очередь, являются частью нечто большего под названием всемирная сеть. Это все группа невероятно аддиктивных явлений. То есть, буквально вчера я присутствовал на конференции, на которой обсуждалось аддиктивное свойство интернета. И описывалось это, конечно, пока не у нас, это в Америке, где технологии уже немножко дольше существуют на том уровне, на котором они развиты сейчас. Но в Америке было проведено исследование, когда нескольких подростков за деньги, внимание, просили оставаться 5 часов в комнате, где нет ни единого электронного гаджета. При этом там были книги. Подростки американские не выдерживали 2 часов. 2 часов не выдержал никто. Это исследование, это солидное исследование, это не какое-нибудь там британские ученые доказали, все реально. То есть, аддиктивность невероятна, они реально чувствовали себя неполноценными, страдающими просто потому, что у них нет электронной свистопероделки и выхода в интернет. Это реалии. Так что, я решил просто пресечь это на том моменте, на котором еще это возможно. Кто знает, может быть через год я бы уже тоже не мыслил о своей жизни без постоянного обновления ленты ВКонтакте. Но на данный момент я сумел прервать этот порочный круг и выйти из него. Насколько тяжело мне это далось? Ну, довольно-таки легко, потому что я пока что не испытываю особых переживаний по поводу ухода из ВКонтакте. И второй вопрос. Не тянет ли тебя назад ВК? Нет, не тянет. Прям много вопросов от этого человека. Он мне становится глубоко симпатичен, но мне импонирует его тип личности. Сколько времени у тебя занял ВК в общем? Не объективно, а субъективно? Гораздо проще ответить, сколько суслик играл в дотку, потому что это отображается у него в стиме. Вот я примерно думаю, что если количество часов суслика в дотке поделить на три, то вот это время я где-то посидел ВКонтакте. То есть, не знаю, в сумме я чувствую, что я потерял там, ну, наверное, недели три. То есть, невероятное количество времени, если представить себе, что три недели без сна и отдыха, ты сидишь на интернете, становится стрёмно. Дальше. Пишет Гугля Яндексович. Мне понравилось. Вот уж у кого явно нет интернета аддикции, всё в порядке у Гугля Яндексовича. Времени вагон отнимает, но разве для человека с силой боли ВК проблема? Просто не смотреть бессмысленные картинки и видео? Верно. Отчасти верно. Но, во-первых, проблема для меня не только в картинках и видео, я же говорю, мне в принципе кажется, что это симуляция общения. Да вот это вот гораздо реальнее, потому что здесь хотя бы вы смотрите на меня, хотя бы есть реальный диалог на реальную тему. А когда ВКонтакте вы пишете «Привет, как дела?», это совершенно другое. Ладно, я предлагаю уйти от темы социальных сетей временно, потому что уже второй выпуск подряд исключительно эта тема муссируется. Давайте-ка вспомним о том, с чего я начал. Звери. Какой зверь круче суслика? Нет, ну я полагаю, не по виду быть сказано Роме, что много есть зверей круче суслика. Ну, например, ну, например, утконос. Тконос, в принципе, четкий зверь. Он в себе много еще скомбинировал, но о нем в другом выпуске. Почему бы не сделать выпуск про утконоса? А сейчас еж. Я еж. Любой крутой чувак, это в каком-то смысле еж. Потому что, ну, несколько, так сказать, фактов о ежах. Еж живет хуйню, но не по хуйне, как сказал Ромыч. И это чертовски верное определение. Еж живет там меньше 10 лет, но при этом, при этом, один самец, еж, держит до хрена гектаров леса. Он крышует лес. Еж крышует лес. Поймите, дальше ежи бегают со скоростью 3 метра в секунду. 3 метра в секунду. Ежи дерутся, как титаны. Ежи пыхтят. Ежи просто... Это невероятное создание. Я предпочитаю это посоветовать вам посмотреть на Википедии. Просто вот я задал вектор. Вот узнайте побольше о ежах. Потому что если ежи на нас нападут, это вам не кидайте. Тут нам не справиться. Никаких шансов. Еж побеги. Сегодня вот выпуск записан днем, потому что вечером я убегаю на день рождения к своей очаровательной подруге. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Я надеюсь, сегодня отлично отпразднуем. А пока что на этом все. Спайсы и сохрани это у себя где-нибудь в социальной сети. Давайте вытаскивать оттуда заблудших овечек, потерявшихся в лабиринтах интернета. Итак, с вами был Александр Фасайт. Окончательное спайсы и сохрани.